Конец 90-х, начало 2000-х, были богаты на релизы, очень качественных игр на ПК. Те годы подарили нам GTA, Gothic, Max Payne, Fable, Planescape, Tournament и много других легендарных тайтлов. Но лишь одна игра заставляет геймеров делать ещё один последний ход до самого рассвета. Это Герои Меча и Магии. Вспомним, с чего начиналась серия игр Героев Меча и Магии, как она взошла на игровой Олимп и что с ней теперь. Рассказ о Героях Меча и Магии стоит начать уже с далёкого 1986 года. Именно тогда американская компания Navworld Computing выпустила фэнтезийную научно-фантастическую RPG «Меч и Магия. Книга первая. Тайна внутри святилища», которая не имеет с героями почти ничего общего, кроме названия. Идейно-вдохновительным серией стала другая игра той же компании, вышедшая в 1990 году, небезызвестная Kings Bounty. Здесь облик Героев уже угадывается. Персонаж путешествует с отрядом по стратегической карте и участвует в боях на другой карте, тактической. Кстати, именно здесь появилась одна из фишек серии. Астрологи объявили эту неделю чем-то. Только вместо увеличения прироста юнита, на неделю возрастали его характеристики. А вот герой был только один, замков не было вообще, сюжет был самостоятельный. Поэтому Kings Bounty при всех её заслугах перед героями, всё-таки не включаем в список игр серии. Но немного о ней я рассказал. Лишь в 1995 году компания решила скрестить геймплей Kings Bounty с сюжетными поворотами RPG серии. В процессе разработки запланированная как спин-офф игра сохранила слова «Меч и магия» в своём названии. Но сюжетно оказалась свободна от мира RPG франшизы. Общая концепция серии была заложена ещё первой игрой. В ней было 4 сюжетные кампании, в которых можно было поиграть за каждого из воюющих за власть лордов. А также возможность играть на отдельных картах сценариях против ботов и других игроков. Даже тактическая карта уже была гексагональной. Первые герои были гораздо примитивнее всех последующих частей. У героя было только 4 базовых параметра. Тактическую карту сделали очень маленькой. А маны не было как таковой. Даже ворота в замках при осаде отсутствовали. Приходилось ломать стены. Тем не менее, игра стала коммерчески успешной. В середине 90-х даже качественные игры разрабатывались очень быстро. Поэтому следующая игра серии Герои Меча и Магии вышла уже через год после первой части. Вторые герои были ещё больше похожи на знаменитую третью часть. В игру введены мана и дополнительные навыки. А юнитов можно было улучшать в замке. Классом рыцаря, варвара, колдуни и чернокнижника добавились маги и некроманты. Это позволило оформить классические до последующих игр добрые и злые союзы. Появилась мораль, давшая дополнительные ходы. И удача, позволявшая удвоить урон. Сюжет игры стал ещё интереснее. Ведь теперь власть делили два родных брата из династии Айронфистов. Во многом именно благодаря сюжету, а также захватывающему геймплею и наличию режима Hot Seed, позволяющему играть несколько людям за одним ПК, Герои 2 на целый год возглавили топы продаж как в России, так и в других странах. Ещё через год к игре вышел аддон, The Prince of Lawyerty, добавивший немного контента. В те годы почти все игры выпускались по циклу Сиквел, Аддон, Сиквел, и Герои Меча и Магии не стали исключением. В 1999 году вышла бесспорно лучшая часть серии, одна из лучших пошаговых стратегий и, возможно, лучшая стратегия вообще, Герои Меча и Магии 3. Именно эта игра стала золотым эталоном, с которым, по крайней мере, в России ещё долго будут сравнивать различные пошаговые стратежки. Именно эта игра была спонсором бессонных ночей школьников и студентов ранних 2000-х годов. Именно у этой игры до сих пор существует огромный фандом. Именно эта часть серии вызывает наименьшие разногласия у фанатов. Да что тут говорить, третьим героям уже 20 лет с лишним, а к ним до сих пор выходят обновляемые фанатские аддоны. Например, Герои Меча и Магии 3, Vogue, Hota и HD. Секрет успеха прост. Сохранив почти все наработки второй части, разрабы добавили множество нововведений, которые при этом не меняли игру кардинально, а значительно разнообразили её. Ключевым нововведением, которое значительно повысило роль героев как в боях, так и в метагейминге, стало добавление специальности. В отличие от навыков, которые теоретически мог выучить любой герой, специальность добавляла с рождения и была уникальной. Некоторые специальности повышали параметры определенных существ в армии, которые давали бонусы к характеристикам. Некоторые были уникальными. У каждого из героев была ещё и своя краткая биография. Всё это делает их личностями, а не безликими генералами армии. А великолепный и хитро закрученный сюжет заставляет следить за особенностями их взаимоотношений и реагировать на их поступки. Кроме сюжета и проработанности каждого героя, ещё одним важным фактором успеха третьих героев стала входящий в комплект поставки простой и удобный редактор сценария. Это позволило игрокам, которые уже прошли всю игру вдоль и поперёк, не ждать новых аддонов, а создавать новые сценарии самому и делиться ими с друзьями или другими членами фандома. По сравнению со второй частью в игру добавили море контента, множество новых фракций, заклинаний, героев, строений и так далее. Самое интересное, что всё это удалось ограниченно вписать в сюжет. Каждая из семи компаний, Ресторатион оф Ратя, интересно и ограниченно, а вместе они складываются в длинную захватывающую историю, рассказанную с точки зрения разных враждующих персонажей. В том же, в 1999 году вышел первый аддон к игре, Армагеддонс Блейд, по-другому клинок Армагеддона. А в нём появилось несколько новых захватывающих компаний, множество новых артефактов, новые юниты и новый город, сопряжение. Именно его появление вызвало первую волну возмущения в фанатской среде героев. Он был несбалансированным и играть за него на турнирах запрещалось. Ещё через год вышел второй аддон, The Shadow of Dead, Дыхание Смерти, посвящённый похождениям некроманта по имени Сандра. В том же 2000 начали выходить сюжетные аддоны Heroes Chronicles, рассказывающих историю бессмертного варвара Тарнума, пытающегося искупить грехи и попасть в варварский рай. Но даже самые прекрасные аддоны не способны заменить полноценный сиквел, и разработчики это понимали. В 2002 году вышла следующая номерная часть серии. В ней была полностью переработана игровая механика и новая игровая вселенная. В ней было всё не так, как в Героях 3. И именно это её и погубило. И если бы игра называлась как угодно, но только не Герои Меча и Магии, её оценки были бы процентов на 10 выше. Ну, я так думаю. В ней всё было слишком непривычно. И не важно, что герои наконец-то смогли лично участвовать в битве. Не важно, что сюжет был написан на уровне шедевров мирового фэнтези. Не важно, что графика была одной из лучших среди пошаговой стратегий тех времён. Даже не важно, что теперь можно было заказывать юнитов из внешних жилищ в город. А в книге заглянаний появились атмосферные литературные описания эффекта каждого заглянания. Все слишком любили тройку, чтобы позволить себе любить ещё такую же непохожую на неё четвёрку. Кроме перебора с инновациями, ещё одной проблемой четвёрки состали ненужные упрощения. Фирменная возможность апгрейдить юнитов зачем-то была вырезана, как и специальности героев. А ещё зачем-то убрали возможность собирать сеты артефактов. Игра продавалась не так уж и плохо. Герои Меча и Магии в названии любой игры дают плюс 100к к продажам. Только она уже не удостоилась никаких наград и не побила рекорды. Даже два выпущенных к ней аддона, The Great Haring Storm и Wings of War, в которых часть стратегических ошибок была исправлена, не улучшили ситуацию. Возможно игра получилась такой именно потому, что её банально не успели закончить. Но факт остаётся фактом. Именно четвёрка стала поворотным моментом в истории героев. После банкротства студии права на серию выкупили USB Soft. Поручив Neville Interactive разработку следующей части. В России героев традиционно любили больше, чем во всём мире. Но вот четвёртая часть дошла россиянам даже хуже, чем в остальном мире. Неудивительно, что российская студия по сути воскресила третью часть со значительно улучшенной графикой и в полном 3D. Главным нововведением стало колесо навыков. Теперь выбирать навыки героев нужно было так, чтобы в итоге можно было выйти на мега-навык. Уникальный для каждой фракции и класса. Сюжет снова перенесётся в другой мир, но фракции почти соответствовали классическим фракциям тройки. Разве что дизайн юнитов стал более анимешным. К игре было выпущено два аддона. Hammers of Fat и Tribes of the Ace. Дополнившие игру контентом, новыми механиками типа альтернативных веток апгрейда юнита и возвращением характерных для четвёртой части караванов. Игра была встречена и игроками, и критиками значительно теплее, чем четвёртая часть. Ввиду успеха пятой части, шестую должен был делать тот же Neville. Однако студия была занята онлайн-игрой по Allodan, поэтому USB софт отдала героев на разработку Black Hole Entertainment. Выпустив саму игру и первую пару очень нужных ей патчей, студия обанкротилась. Поэтому дальше проект развивали Limbic Entertainment. Чехарда с разработчиками навредила самой игре. Первые версии были полны багов и дисбаланса. Патча нам можно было играть, но контента всё равно ощутимо не хватало. Из нововведений стоит отметить возможность следовать путём слёз или крови. Это позволяет отыгрывать добрых некомандов и злых воинов света. Ещё одно важное новшество – система династии, позволяющая передавать отдельные артефакты героям при следующем прохождении. Технические проблемы игры закономерно снизили её оценки по продажам. Но из-за народной любви к героям, она всё равно оказалась коммерчески успешной. Созданием ещё одного сиквела занималась та же Limbic Entertainment, которые не очень-то смогли отшлифовать шестую часть героев. Итог закономерен. В первую же неделю герои 7 попали в красную зону по Steam отзывам. Ведь почти у половины счастливых обладателей они банально не запускались. Оперативно выпущенные патчи исправили часть проблем. Игроки всё-таки смогли оценить переработанную ролевую систему и улучшенный интерфейс с горячими клавишами. В 2016 году для игры даже вышло дополнение Триал Бюфайер, вернувшее в мир гномов. Но гневные отзывы продолжали поступать, так что 5 октября 2016 года USB софт прекратила сотрудничество с немецкой студией. И до сегодняшнего дня анонсов новых частей серии пока не было. Герои завоевали всеобщую любовь уникальным балансом и геймплеем, захватывающим сюжетом и шикарной детализацией. Третья часть серии заняла своё место на пьедестале и уже вряд ли оттуда её кто-то сбросит. Пятая же дала фанатам надежду на повторение былого величия, а две последующие её убили. Ведь даже если серия героев будет продолжаться, доверия к USB софту уже нет. А что вы думаете по поводу всех этих частей? Поделитесь пожалуйста своим мнением в комментариях. И если вам зашло данное видео, то поставьте пожалуйста лайк. Спасибо за просмотр и всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!